Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Вопрос дальнейшей газификации Карачаева Черкесия обсудили сегодня на совместном совещании с участием главы республики Рашида Тимрезова, заместителя председателя правления ПАУ «Газпром» Виталия Маркелова, членов регионального правительства. Со следующего года Карачаева Черкесия приступает к реализации программы развития газонабжения и газификации на период 2021-2025 годы, благодаря которой при поддержке «Газпрома» планируется обеспечить практически стопроцентную газификацию республики. Также стоит важная задача по завершению работ по газификации курортов Домба и Тиберда. Руководство «Газпрома» подтвердило свои намерения завершить строительство данного объекта в 2021 году. Кроме того, в следующем году завершается проектирование газопровода «Карачаевск-Учкулан» и начнется его прокладка. Достигнута договоренность о завершении строительства ФОКа в Хабезе в 2021 году. В программу газификации включен и магистральный газопровод «Преградная» Курджинова с отводом на Псемен, Ершов и Подскальная. Было отмечено, что уровень платежей в республике удалось поднять до 97%. В регионе полностью отсутствует задолженность по учреждениям, что является одним из лучших показателей среди субъектов СКФО. Рашид Тимрезов поблагодарил ПАО «Газпром» и лично Алексея Миллера за участие в социально-экономическом развитии Карачаево-Черкесии. Сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном освобождению Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. 9 октября 1943 года завершилось одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. В нечеловеческих условиях советские солдаты отвоевали каждый кусок гордого Кавказа. Общие потери вместе с гражданским населением составили порядка 1 миллиона человек, отметил Хрошид Тимрезов. В те далекие годы знаменитая операция «Дельвейс» провалилась. Неприступные кавказские горы так и остались неприступными Гитлеру и его армии. Глава республики возложил цветы к вечному огню около единственного на Северном Кавказе мемориала защитникам перевалов Кавказа, расположенного в поселке Орджоникидзовском. Глава республики. В 1962 году был заложен первый камень. Тему продолжит Александр Коваленко. Бесконечных 442 дня на линии фронта протяженностью тысячи километров шли ожесточенные бои. Каждый день советская армия на перевалах Кавказа несла потери советских солдат. К 9 октября 1943 их число превысило более миллиона человек. Они так и остались покоиться под толщей льда. Но жаркое лето 1962 года внесло свои коррективы. Обильное таяние ледников обнажило часть тайной битвы за Кавказ. Это были останки военных солдат и их вооружение. Ледник был исследован, а безымянные тела бойцов придали земле. Они похоронены в братской могиле в станице Зеленчукской. После этого события молодежь Карачао-Черкесской автономной области выходит с инициативой возвести музей-памятник защитникам перевалов Кавказа. Центральный комитет ВЛКСМ издает постановление, по которому обязует молодежь пройти по местам боев. То есть собрать, исследовать, вернее, эти ледники, пройти по местам боев, узнать историю боевых действий в горах Кавказа. Был объявлен всесоюзный конкурс на лучший проект музея, который выиграли грузинские архитекторы. Началось строительство, параллельно велись ежегодные поисковые мероприятия. Первое захоронение на территории музея прошло в 1967 году. 150 советских солдат были найдены в местах боев. Их придали земле. А уже через 11 месяцев состоялось открытие мемориального комплекса. В 1970-м в новом зале гостям представили экспозицию, где были личные вещи, документы, фотографии, карты, письма, которые так и не дошли до адресата, а также остатки вооружения, добытые из-подо льда поисковиками. Сегодня в музее насчитывается 6000 экспонатов. Предметы, которые сегодня у нас показаны в экспозиции музея, эти предметы уже собирались в ходе деятельности самого музея. То есть завязалась переписка с бывшими участниками боев на перевалах Кавказа. Но в те годы, в 70-е, скажем, это были еще сравнительно молодые люди. Многие из них, кстати, участвовали и в походах, которые организовывала молодежь по местам боев. Здесь на железной подвеске под куполом здания можно ознакомиться с наименованиями частей и подразделений, которые участвовали в обороне Кавказа. В центре зала посетители могут наблюдать вот такое сооружение из камней. Так в горах выглядела огневая точка. Здесь мы видим остатки вооружения советских солдат за ее пределами трофеей фашистов. Из трофея фашистов взгляд притягивает вот этот ранец из телячей кожи, в котором немцы переносили продукты и снаряды. Горным стрелкам дивизии «Дельвейс» они еще согревали спины. Отголоски ожесточенных боев, проходящих высоко в горах, поисковики Черкеска находят и сегодня. С удовольствием передают находки в музей. Здесь можно увидеть и трофейные принадлежности фашистов. Находят и останки солдат по сей день. В различные годы здесь прошло пять захоронений. Последнее было в октябре 2019-го. В знак памяти тех, кто вел бой за мир на Кавказе, в день открытия мемориала был зажжен вечный огонь. Но здесь он не единственный. Пламя пылающего факела на уступе горы между параллельными плитами были предусмотрены архитекторами в знак непокоренности Кавказа. А эти надолбы символизируют советских солдат, которые стояли на пути врага. Сам же музей имеет форму дота – долговременной огневой точки. Над входом музей имеется барельефная композиция, показывающая скорбь матери. Солдат-защитников перевалов Кавказа и символ мира, стабильности и победы – это мать с ребенком. В советский период музей-памятник защитникам перевала Кавказа в год посещали более 100 тысяч туристов. В выходные дни, субботы, воскресенье часто бывали здесь турпоезда, как мы их называли, когда за один раз могли заехать 15-20 туристических автобусов. И помимо этого туристического поезда, турпоезда, как говорится, еще ехали и плановые экскурсионные группы, то есть отдыхающие всех этих санаториев. В общей сложности в день могли пройти более 30-40 туристических экскурсий через наш музей. Единственный на Северном Кавказе музей-памятник защитникам перевалов Кавказа, расположенный вдоль федеральной трассы, ведущей к всесезонным курортам Тиберда и Дамбай, пользуется популярностью среди туристов и сегодня. Александра Коваленко, Рашид Токов. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевский район. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, ночью порывы до 14, температура ночью 6-8, днем 22-24 градусов тепла. Вятские меха «Центр сезонных распродаж» дарит телевизор. Шубу смело примеряй и подарок получай. Только до 15 октября. ТЦ «Панорама», первый этаж. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Продолжаем выпуск. В Оперштабе сообщили на сегодня. В Крачево-Черкесии выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в республике 7757 человек. Из них 4978 выздоровели. Госпитализировано 492. Эпидемиологическая ситуация в республике остается сложной, отметили сегодня в Министерстве здравоохранения. Это показывает о том, что эпид-процесс находится еще в той стадии, когда говорить о том, что будет снижение или мы дошли до оплаты, еще мы не можем. Опасность распространения инфекций в республике достаточно высока. Поэтому все меры, которые на сегодняшний день предлагает Минздрав, Крачево-Черкесская республика, правительство, Роспотребнадзор, это меры, которые будут защищать вас и ваших близких от заражения новой коронавирусной инфекцией. Самый легкий способ уберечь себя и своих родных – это ношение маски и личная гигиена. Если кто считает, что это недостаточно действенные меры, то он ошибается. И научным, и опытным путем доказано, что ношение маски и соблюдение дистанции – 90% гарантия того, что вы не заразитесь. Лечение коронавирусной инфекцией у многих людей проходит дома. Терапевт-пульмонолог Беладзамыхова рассказала, что решение лечения пациента дома принимает только врач. При появлении первых признаков коронавируса и симптомов любого другого острова респираторного заболевания нужно вызвать врача на дом. Для выезда существует специальная бригада. После осмотра на месте сразу же берутся маски для анализа на ковид. После чего каждый пациент закрепляется за определенным терапевтом. По ходу болезни становится понятно, есть ли нужда в замене лечения или нет. Консультации с врачом проходят дистанционно, вплоть до двух отрицательных результатов анализа. У пациента имеется номер телефона лечащего врача, у врача имеется телефон пациента, им наблюдаемого. И происходит ежедневно телефонный контакт с уточнением состояния, жалоб, температуры, каких-то новых симптомов. Коррекция лечения производится, все в дистанционном режиме. Помимо этого, на дому по определенному графику производится забор анализов, кровь, ЭКГ. По определенному графику забираются пациенты из дома на специальном автотранспорте, отвозятся для проведения компьютерной томографии. И с учетом полученных результатов, опять-таки, производится коррекция терапии и дальнейшее лечение. А теперь о подготовке к зиме. На улице уже середина осени, поэтому надо теплее одеться. И на помощь приходит шубная ярмарка «Снежка». Завтра, в субботу, республику согреют норковый меха. С подробностями Руслан Карпазов. Это восточный вход в дом предпринимателей, где можно купить шубу сегодня даже на стипендию. Шубная ярмарка «Снежка» из Кирова открылась в Карачаево-Черкесии. Меховая фабрика «Снежка» привезла в Карачаево-Черкесию новые модели шуб. Теперь можно радоваться и вот такой вот бело-розовой шубке. Шуба уже идет не только поперечной раскладки, но она идет продольная, а уже отделка идет поперечной раскладки. И, конечно же, возникает вопрос, а почем нынче шубы? И на этот вопрос есть два ответа. 0 рублей, 0 процентов. Таковы выгодные условия рассрочки. Рассрочка идет без первоначального взноса, абсолютно без переплат. Срок рассрочки до трех лет нужен только паспорт. И все-таки пройдемся по ценникам. Ну, если взять ее в рассрочку, то у вас получится 3 500 в месяц. Всего лишь? Да, абсолютно любой человек может позволить себе подобный платеж. Даже меньше трети прожиточного минимума. В принципе, да. А для студентов цены еще ниже. Ну, вот это именно укороченный вариантик, что очень любят молодежь. Она получается 1800 в месяц. Такая рассрочка? Да, без первоначального взноса, без переплат. Имеется точно такой же чип, который соответствует данной шубе. И уже ценник получается именно для молодежи. И соответственный платеж получается для молодежи 1800 в месяц. На стипендию можно купить? Можно, можно даже на стипендию. Получив шубу в рассрочку за 0 процентов и без первоначального взноса, приятные ощущения от мехового счастья на этом не заканчиваются. И это не все. При этом мы еще подарим вам весовый жилет, либо чернобурковый жилет. Абсолютно подарок. Рассрочка без переплат и подарки. И осень будет согрета мехами. Руслан Куркмазов, Светлана Шаганова и Роберт Джугутанов. Ярмарочные вести. Крачаево-Черкесия. Главные вести Крачаево-Черкесии продолжатся завтра в субботу. Полезным утром в гости сейчас опасно ходить. Можно не только заболеть коронавирусом, но и умереть в гостях от газовой колонки. Тем более, такие случаи участились. Об этом в 8 утра поведают Светлана Шаганова и Руслан Карпазов. Зачем эта дырочка нужна? Давайте заделаем. Или обойки приклеим. А зачастую бывает, что кухня превращается в спальную комнату. И люди просто-напросто могут задохнуться. Вот, вот, вот. Они дышат этим газом, получается. Да. И могут умереть. Да. На сжигание одного куба газа необходимо 10 кубов воздуха. По закону она должна быть вытяжкой, но не вытяжкой для колонки. А колонку соседи снизу переставили в ванную комнату и травят ее. А она как может понять? В любом случае, вызывайте нас запрещены. В 1985 году. То есть, это получается, сколько граждан Советского Союза должны были угореть от газа, чтобы поменять эти СНИПы? Вот есть такие люди, которые установили в своих квартирах индивидуальное отопление. Вот как их вы отслеживаете? Это все вести на сегодня. До встречи. Приятных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин